Жизнь без нефти. Ничего странного не заметили? Новый курс для российского нефтяного и газового корабля. Эти мероприятия позволят миру не единожды, а даже трижды отказаться от российской нефти. Каков план у министров энергетики всего мира касательно российского газа и при чем здесь викинги? А вы знаете, почему викинги были такими успешными? Энергоэффективность? Мы разобрались, как Европа меняет самый большой энергокризис в истории. Как только началась война, я прикрутила. И какие новейшие энергоэффективные технологии вскоре стоит ожидать в Украине. Дания тут роет котлован под фундамент 14-этажного дома. Обычная картинка, если не присматриваться. 27% ископаемого топлива в мире использует транспорт, техника. Было бы неплохо сократить это. Велосипед – хорошая идея. Электромобиль тоже неплохо, но на велосипеде котлован не выкопать. Ничего странного не заметили? Я на стройплощадке и меня хорошо слышно. Ведь все эти механизмы работают на электричестве. После начала полномасштабной войны России в Украине, тут, в Дании, как и по всему миру, значительно подорожало топливо. Для большинства строителей это огромная проблема. Техника потребляет прилично, но на этой стройке сказали «Окей» и включили электродвигатели. Самый большой эскаватор у нас может работать без подзарядки 6-8 часов, в зависимости от работы, которую он выполняет. Заряжать нужно часов 8-10. Обычно на ночь ставим, и этого достаточно. Строительная площадка без дизеля и бензина – часть общегородского проекта. Сённенборг – городок на 70 тысяч жителей. Еще в 2008 году, после агрессии России в Грузии, здесь все поняли правильно и решили, через 20 лет город должен отказаться от нефти и газа. Теперь, после событий в Украине, тут решили ускориться, еще и других научить, как победить энергозависимость. 25 министров энергетики и Кронпринц собираются тут, в местном замке, обсудить, как миру потреблять меньше газа и нефти. Именно тут происходит Международный форум по энергоэффективности. История, которую сегодня будут рассказывать в этих стенах, началась 6 октября 1973 года, очень далеко от Скандинавии. Ближний Восток, война в судного дня, Сирия и Египет нападают на Израиль, стране удается выстоять. Но 17 октября ОПЕК, арабские нефтяные магнаты, объявляют, все, кто поддержал Израиль, нефти не получат. За год этого эмбарго, стоимость сырья в мире вырастает вчетверо. В Дании отключают горячую воду, нечем греть. Ограничения скорости для авто в городе снижают аж до 30 км в час. Машинам и вовсе запрещают выезжать во воскресенье. Так в Европе начали экономить. В обиходе все чаще встречается новое слово – энергоэффективность. Прошло полвека, и вот новый кризис из-за агрессии в Украине. Он втрое мощнее. Исторический вызов для всего мира. Как по мне, это точка старта исторических изменений. Вспомните, до 1970-го автомобиль потреблял в среднем 18 литров на 100 км. После нефтяного кризиса, через несколько лет, это было уже меньше 10 литров. Вот такая реакция на кризис. Но тогда был только нефтяной кризис, сейчас кризис тройной. Нефть, газ и уголь одновременно. Представьте, какой будет реакция. А вот и сам план. Стратегия на десятки лет вперед. Прежде всего, нужно изменить подход к отоплению жилья. Через три года запрет на установку котлов, работающих на углеводородах. Еще через пять. 60% авто, которые продают электрические, а все новые здания с нулевым уровнем потребления газа, угля и нефти. Ну и еще через пять лет половина всех грузовиков в продаже электрические. Машины на бензине или дизеле не выпускают вовсе и не продают. Эти мероприятия позволят миру не единожды, а даже трижды отказаться от российской нефти. Когда я говорю об этом, я имею в виду, что мы можем сократить потребление нефти в мире в объеме трех годовых добыч России, которые были по результатам 2021 года. Вслед за нефтяным танкером по уже известному курсу такая политика отправит и российский газовый корабль. Экономия голубого топлива в мире будет как четыре годовых объема российской добычи. Это перспектива, но как перестать платить агрессору уже завтра или хотя бы в ближайшем отопительном сезоне? Мы посчитали, если европейские потребители уменьшат температуру в своих домах на 2 градуса только на 2, мы сможем сэкономить 12 миллиардов кубов газа. Это тот объем, который сейчас за год поставляет первый российский северный поток. А это один из главных спикеров на форуме Кадри Симпсон. Еврокомиссар по энергетике это как энергетический министр всего Евросоюза и ее 2 градуса для уменьшения зависимости от России уже в украинской копилке. Я лично в первый же день после вторжения России в Украину прикрутила у себя отопление. И это общеевропейская тенденция рассказывает нам госпожа Симпсон. Еврокомиссар уверяет не думайте, что Россия может исправиться отыграть назад и продавать нефть и газ как раньше. Не получится. Отказ окончательный. Стратегические решения приняты. Бензоколонка закрывается. Россия проявила себя как ненадежный поставщик. И у нас есть план, где каждая страна будет страховать друг друга в критических ситуациях. Цена газа в мире снова бьет рекорды. Вернулась на уровень выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Но у Европы хранилище уже наполовину заполнено. Поэтому от дефицита газа есть страховка. В соответствии с нашим законодательством определено, что газовые хранилища это часть критической инфраструктуры. А это означает, что владелец ответственен за то, что они должны быть заполнены и доступными. Польша, Нидерланды, Болгария, Финляндия и Дания отказались платить за газ в рублях. Дания 30 мая еще и выдачу виз россиянам запретила в знак солидарности с Украиной. Через два дня россияне ответили больше страна газа не получит. Министр энергетики Дании говорит, российское решение восприняли спокойно. Покупали немного больше миллиарда кубов ежегодно и к отказу уже были готовы. Поверьте, больше разволновался, когда увидел, что происходит в Украине. И это действительно важно. Идея, которую сегодня пытается донести Дания заменить российскую нефть иранской или венесуэльской это не решение проблемы. Только полный отказ от зависимости, энергоэффективность вот настоящий выход. Приоритет номер один использовать как можно меньше энергии. Приоритет номер два использовать ту энергию, которую мы уже произвели. Ким президент глобальной инженерной датской компании. В Сененборге у них огромный индустриальный парк, сотня фабрик, треть всех углеводородов в мире потребляет промышленность. Отопление цехов, работа станков, механизмов, но на этом производстве годовое использование нефти и газа равно на лю. У нас все устроено по принципу повторного использования энергии. Использовали один раз тепло, попытайтесь использовать его снова. Здесь много оборудования именно для этого. обменники тепла, тепловые помпы. Вот один из секретов. Во время работы все станки и механизмы в цеху очень сильно нагреваются. Их нужно охлаждать. Для этого необходима вода. Она в процессе нагревается и отправляется в систему отопления завода. А то, что на обогрев предприятия не нужно, продают систему центрального отопления города. Тоже делает и местный супермаркет. Чего всегда много в супермаркете? Конечно же, холодильника. Вы когда-нибудь дотрагивались к задней стенке холодильника? Она горячая. Там, где вырабатывается холод, обязательно производится и тепло. Все тепло здесь собирают, аккумулируют и полностью отапливают себя. Еще и соседям продают. Летом, когда нам тепло не нужно, а холодильники работают на максимум, передаем тепло в центральную систему на производство горячей воды. Датчане энергосбережения поставили в приоритет еще 50 лет назад. И сейчас для них не проблема отказаться от российских энергоносителей. Не видят трагедии в этом и поляки. К счастью, мы подготовились. Построили ЛНЖ-терминал, мы также присоединились к норвежской системе, получаем газ напрямую из норвежского шельфа через Данию. Для немцев проблема куда больше. От российских нефтепродуктов отказаться готовы до конца года, от газа позже, но по-настоящему, окончательно, какое будущее Северного потока-2, спрашиваю немецкого Северный поток-2 если и будет функционировать, то он будет поставлять зеленый биогаз. У нас нет намерений больше покупать обычный газ. Самые большие овации на форуме после выступления украинского министра энергетики. Он подробно объясняет, куда и как Россия тратит полученные за нефть газ деньги. Агрессивная война России разрушила много наших городов. Их нужно восстанавливать. Нам будут нужны сверхусилия и инвестиции. И одновременно это огромная возможность. Факт, которым представители Германии, Дании, Польши и Еврокомиссар просили меня не сомневаться. Европа будет участвовать в восстановлении Украины и однозначно поможет построить современную энергетическую отрасль. Не восстановить советскую, а создать европейскую. Мир после войны будет другим и в сфере энергетики наверняка изменения, которые сегодня происходят исторические и необратимые. Европа к этому не просто готова, она уже это делает и очень хочет с этим помочь Украине в наших восстановленных городах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова